С праздником Святой Пятидесятницы, Святой Троицы. Та живая вода Святого Духа, о которой мы слышали всю эту праздничную службу и вчера, вечером и сегодня, в разное время нашей жизни, в разные периоды, в разном нашем состоянии ощущается по-разному и приходит нам по-разному. И это осенение благодати Святого Духа, этой животворящей воды, как мы замечаем в своей жизни, переходит именно тогда, когда это нам нужно. Божественное осенение Святого Духа, оно может быть прохладительным, как ручеек, или может быть накрывающим нас волной. Но всегда мы ощущаем после этого особую перемену в своем состоянии. Эта перемена может быть связана с простым даже изменением настроения. Эта волна как бы вымывает нас из того состояния, в котором мы застряли. Она вымывает нас и уносит на себе, и несет дальше нас по жизни. Либо эта вода, этот ручеек, она вымывает из нас нечто такое, что мешает нам быть нормальными, адекватными людьми. То, что нам мешает быть человеколюбивыми. То есть самые различные наши внутренние претензии к окружающему миру, к окружающим нас людям, и в конечном итоге даже к самому Богу. Эти претензии являются неким нашим заблуждением, неким нашим загрязнением, связанным подчас с нашей свободной волей, с которой мы обращаемся к греху, к земному, материальному, к бытовому, с большим рвением, чем к спасительному, духовному, чистому. И Господь как бы стоит рядом и ждет момента, когда Его действие у нас будет именно благоприятное и совпадать с нашей свободной волей. Нашу свободную волю мы выражаем в том, что мы прибегаем к Богу в нашей молитве, что мы прибегаем к богослужению и к таинствам. Мы показываем свою готовность. Мы пытаемся, насколько мы можем предстоять Богу, настолько, насколько нам это вообще удаётся. И Господь ждет какого-то нашего особого момента или состояния, когда либо мы максимально смирены, то есть ничего не мним о себе, о своих молитвах и о своём предстоянии, либо когда мы действительно уже без Божьей помощи не можем выбраться, без того мрака, в которых выгрузились, либо Господь ждёт момента, когда Он может нас наконец-то подтолкнуть в ту сторону, в которую нам следует двигаться дальше в жизни, прежде всего в жизни духовной. И в этот момент мы обретаем ощущение лёгкости, свободы, чистоты, благодарности, благодарности к Богу и любви к ближним. Любви к каждому, с кем мы соприкасаемся в этой жизни. Любви к каждому, с кем Господь попустил нам соприкасаться и сотрудничать вместе с Богом в деле Церкви, в деле спасения всех людей, которые прибегают к Божьей помощи. Поздравляю всех нас с этим днём, причастников, поздравляю с приятными стихами, растающих Таин Христовых. Субтитры создавал DimaTorzok